всем привет хочу сегодня с вами поделиться своими уходящего лета надеюсь эта информация будет для вас полезна здесь будут представлены как люкс продукты так и продукты из масс-маркета разные фирмы будут и никс и рим и лоранцы его мозаик разнообразие фирм что-то определенное найти на самом деле очень трудно в масс-маркете либо в люксе либо какой-то определенной фирмы и пользоваться только им поэтому мы с вами и ходим смотрим и выбираем разные марки разные продукты и сейчас хочу поделиться именно на это лето что я для себя выбрала и чем пользовалась что мне понравилось а что оказалось не очень так давайте начнем и начну я пожалуй с тональных основ а конкретно на летом тональную основу использую очень редко в основном это сиси и биби крема и начну сиси крема от люмене он мне еще зимы остался даже еще старая у меня упаковочка вот такой вот сиси крем у меня это лайт так как еще зимой ну пробовала его зимой для чего вообще спф у него 20 в принципе все нормально пробовала зимой его чтобы купить потом немножечко потемнее для лета но так и не купила потому что мне этот сиси крем абсолютно не подходит у меня от него прищечки и точечки и для моей жирной кожи он оказался комендогенным а не знаю как он у других всем восхищаться возможно для нормальной или сухой кожи он идеально подходит ну как бы не моем случае поэтому решила приобрести на лета себе из линейки кларанс вот такой консилер и очень хвалят 01 у меня оттеночек чем он хорош он действительно очень хороший во-первых своим объемом 15 миллилитров а расходуется он очень очень мало и он его буквально капельку наносите растираете и он вам замазывает все синячки все дефектики которые есть и также его еще один плюс то что он уходовый он ухаживает за вашими глазками и поэтому получается два в одном и как уходовое средства и замазывает синячки хорошо то есть в нем я не ошиблась кларанс знаменитый их консилер очень даже хорош пятерочка просто что не могу сказать а биби скин детокс флюид это тоже из их линеечки биби крем с spf 25 что мне в нем не понравилось для меня он темноват для лета идеально ничего не хочу сказать я как раз его наношу он тоже очень хороший прекрасно ложится прекрасно матирует у меня это 00 то есть это самый светлый оттенок вообще какой может быть и все таки белоснежками думаю он вообще не подойдет но если вы любите загорать и у вас прекрасно загор ложится в том возможно и попробуйте для лета будет ничего и также из новинок попробовала биби крем от его мозаик с spf 30 идеальный уход и защита для всех типов кожи и конкретно у меня цвет слоновая кость ну я думаю тут цвет вообще не главное потому что он но прям вообще как кремушек прям такого тухода вы ухода вы если у вас очень чистая кожа и вам необходим крем просто чтобы слегка выровнять чтобы было еще немножечко лучше то этот биби крем вам вполне подойдет он очень бюджетный а единственного 20 миллилитров то есть даже почти такой же как консилер у кларанс и расходуется он ну хорошо ну как крем обычный поэтому я не знаю насколько мне его хватит раза два или три нанесла но в принципе для нормальной кожи он вполне подойдет для жирной кожи он конечно немного жирноватый он будет у вас жирниться вам придется все равно его припудривать как бы вы не хотели хотя те же самые средства от кларанс я тоже припудриваю и под глазами припудриваю и припудриваю зоны где наношу корректирующие средства либо румяшки либо бронзер также немного покупила средств от никс посмотрела ролики еще в начале лета и думаю приобрету себе что-нибудь а что же я взяла именно от никс вот такой и знаменитый консилер зеленый для чего мне был нужен у меня красноватые синячки под глазами и поэтому буквально в уголочек наношу это средство потому что там у меня самые красные пятнышки конечно не наношу на все века это категорически не стоит потому что он все-таки сушит это не уходовое средство это корректирующее средство поэтому я думаю его наносить на все века нельзя но чуть-чуть можно и потом наношу от кларанс свой консилер и прекрасно получается очень хорошая вещь также и знаменитый румяна в оттенке таук я использую как именно корректирующие средства если мне надо подчеркнуть но конечно же это в основном вечер потому что в повседневной жизни я использую больше бронзеры поэтому это только для усиления эффекта для усиления макияжа либо это вечерний макияж либо праздничный макияж тем более сейчас не очень модным контуринг но чуть-чуть подчеркнуть я думаю в некоторых местах очень даже нужно также базы использую как базу это их знаменитый белый карандаш и 604 milk light очень классно его использовать как базу на все века также хочу сказать что возможно у меня не хватит времени и придется делать несколько частей чтобы все рассказать но я думаю вы досмотрите до конца эти все части потом покажу макияж который я делаю в обычной жизни повседневной и который я делала в аквапарк на море то есть это более стойкий макияж с этими самыми же средствами и что касается стойкости то для стойкости я в них скупила вот такую базу профит очень классная она вот как бы такой вот черночка как блески для губ наносите ее единственное как бы такой слегка минус то что она липнет но я даже не знаю как назвать это минусом потому что если говорить про тени или говорить про пигменты они очень хорошо прикрепятся и это даже большой плюс поэтому как для базы она не прям липнет так что липнет липнет как мед нет конечно она просто слегка слегка такая липкая до конца вы ее не высушите но высушить надо обязательно также приобрела и знаменитые тени линджери у меня оттенки 02 вот такие вот красивые тени что могу сказать о них я конечно наслушалась многих блогеров и не пойму откуда столько восхищения да они красивые но они предлагают их разносить кистями когда ты разносишь их кистями они такие уж и красивые и даже пальчиком если ты разнесешь на все века если слегка слегка и так чтобы еле заметно да но мы все-таки покупаем красивые тени чтобы они у нас красиво лежали на веке чтобы их было видно поэтому я наношу именно аппликатором который здесь очень плотно наношу именно на их базу только так они вместе держатся скреплены не скатываются не разносятся только так их можно как-то использовать тоже друг другу по другому вы их никак я вас уверяю не используете они скатываются они сами по себе не держатся без базы это абсолютно ничемный продукт вот серьезно помимо своей красоты то что многие говорят о том супер стойки нет это не так это неправда и я в этом убедилась